и снова всем здравствуйте друзья мои как вы живете можете надеюсь что вы все живы здоровы желаю вам чтобы вы пережили все эти трудные времена и оставались бодрыми и здоровенькими со мной также все в порядке я сегодня хочу показать вам дворец вензорский летнюю резиденцию нынешней елизаветы второй действующей королевы великобритании если вы спросите почему именно я хочу вам показать этот вензорский дворец но вы знаете по моему сейчас не секрет что очень модно показывать всякие дворцы так вот давайте посмотрим дворец королевы елизаветы второй это фотографии из моего личного архива мы посещали вензорский дворец летом 2012 года и вот эти фотографии которые я сделала там я хочу сегодня вам и показать это вход на основную территорию вензорского дворца в городе вензор находится эта резиденция считается резиденция летняя династии королей ныне существующих так вот находится этот замок вензор в 32 километрах от лондона на западе в 12 километрах от аэропорта хитроу и тут часто можно видеть как садятся самолеты а это вот гвардия королевы елизаветы и для туристов через каждые четыре часа организовывается вот такой вот круговой марш круговой поход вот этих красавчиков гвардейцев в их прекрасной красивой форме они на радость всем туристам обходят вокруг вензорский дворец что еще я могу сказать ну все что кому-то интересно могут посмотреть наверное все таки в википедии единственное что я могу сказать что сейчас в этом именно вензорском дворце и находятся королева елизавета и ее муж принц филипп которому в настоящее время девяносто девять лет а в июне месяце этого года двадцать первого он будет отмечать свое столетие а королева елизавета двадцать первого апреля двадцать первого года будет отмечать свое девяносто пятилетие вот такие вот старожилы королева елизавета считается одной из самых долго правящих и старейших монархов в мире ну и вот видите как я запечатлела самолет который приземляется вот еще один самолет очень часто слышно как летят пролетают довольно низко здесь самолеты а вот эта круглая башня вензорского дворца и именно здесь в тысяча девятьсот девяносто втором году начался грандиозный страшный пожар который как говорят продолжался 15 часов очень сложно было его потушить пожар начался именно вот с круглой башни там загорелась портьера от того что слишком близко стоял прожектор к этой портьере очень быстро пожар распространился на весь большой верхний дворец полностью выгорело девять залов и больше ста помещений было повреждено это пожалуй самый крупный ущерб который был нанесен винзорскому замку сразу же возник вопрос кто будет платить за восстановление этого замка так как он был государственным зданием и не был застрахован и тогда решили открыть букингемский дворец для посещения туристов и собрать необходимую сумму для того чтобы реставрировать поврежденные помещения реставрация длилась более пяти лет и говорят что даже некоторые комнаты так и не были восстановлены некоторые из них восстановились уже в современных каких-то интерьерах потому что прежний вид этих комнат был уже окончательно потерян так вот девяносто седьмом году когда закончилась реставрация посчитали что на реставрацию было потрачено 37 миллионов фунтов стерлингов или в переводе на русские рубли это 3 миллиарда 700 миллионов рублей много это или мало друзья судить вам на территории винзорского дворца находится также и часовня святого георгия которую заложил 1475 году король эдуард третий очень красивая часовня построенная в готическом стиле ну и пожалуй что я могу сказать об этой часовне что в средние века считалось что здесь находится частица животворящего креста на котором был распят иисус христос и масса паломников устремлялась именно в эту часовню святого георгия чтобы прикоснуться к этой знаменитой реликвии в этой часовне происходили также как свадьбы монарших особ так и их похороны ну и наверное наиболее известная всем свадьба свадьба меган маркл и гарри принца гарри проходила именно здесь в часовне святого георгия также за период с 18 19 20 век здесь было зарегистрировано браков более девятнадцати монарших особ в том числе принц чарльз и камилла паркер и более сотни захоронений монарших особ принцев принцесс королей в том числе вот королева мать елизавета была похоронена там в 2002 году что меня очень удивило когда я увидела даты ее рождения 1900 год и 2002 то есть она прожила ровно 102 года поэтому наша королева елизавета вторая является долгожителем еще и по генам меня также удивило вот это вот надпись над одной из дверей в часовню святого георгия вот видите е и р то есть похоже что елизавета регент и в средине год 1583 если вы видите да от рождества христова так вот если 1583 год это получается что время правления елизаветы первой но елизавета первая не похоронена здесь в часовне она похоронена в вестминстерском аббатстве поэтому для меня остается загадкой почему вот такая вот здесь гравировка над дверью в часовню е и р елизавета регент и вот 1583 год я могу сказать что возможно в честь 50-летия королевы елизаветы первой или возможно в честь ее 25-летия правления потому что она вступила на престол в 1558 году вот это для меня остается загадкой что еще интересно на этой часовне что наверху вот вы видите вот эти вот островерхие такие штуки это называется пинакли так вот их семьдесят шесть пинаклей на этой часовне святого георгия вот они поближе и каждая из этих пинаклей имеет наверху гералдический символ 76 всего из них 14 знаков щитодержателей королевы а именно это лев англии красный дракон уэльса пантера джейн сеймур сокол йорков черный бык белый лев мартимеров барзая ричмондов белый олень ричарда второго серебряная антилопа багунов черный дракон ольстеров белый лебедь херри форда единорог эдуарда третьего и золотая лань кента я хотела вам найти картинки всех этих геральдических животных но решила что если есть желание то можете сами поискать я показала вам только льва красного дракона пантеру и еиля друзья вы знаете слишком много тут рассказывать к сожалению фотографии именно вот на пинаклях этих животных я найти тоже не смогла странно и очень жаль наверное слишком высоко они расположены на этих верхушках пинаклей единственное что здесь я могу еще сказать что эти животные они были построены в 16 веке оригинальные звери но потом в 1682 году их убрали ну и потом эти звери были восстановлены только в 1925 году такими какие они существуют и по настоящий момент вот такая друзья сегодня у меня с вами прогулка по винзорскому дворцу и небольшая экскурсия в историю англии ставьте лайки кому понравилось надеюсь что этот дворец также интересен для просмотра ну а на этом друзья я с вами прощаюсь как обычно желаю всем здоровья берегите себя пожалуйста еще увидимся всего вам доброго пока пока пока